Международный женский день уже прошел, а мероприятия, посвященные этому празднику, продолжаются. Пятничным вечером мамы воспитанников детской школы искусств стали почетными гостями очередного концерта. Точнее, это был традиционный ежегодный конкурс «Пленительная музыка души». Юных пианистов послушала и моя коллега Альмира Новоселова. После посещения Мариинского театра Елена Ичанова загорелась мечтой научиться также пленять музыкой души зрителей. Когда выступает, помнит о главном, чему учит преподаватель – играть выразительно и эмоционально. На этом конкурсе ранее Елена уже занимала первое место, поэтому и сейчас не волнуется. Мне с самого детства я всегда на концерт слушала больше всего только фортепиано, потому что меня к чем-то оно привлекало, я с самого садика захотела пойти, и мама с удовольствием меня отправила, потому что оно такое, не знаю, волшебное, таинственное, и мне оно очень нравится. Елену пришла поддержать в конкурсе почти вся семья – мама, папа и младший братишка. Мама посещает все конкурсы и концерты, на которых выступает дочь. Как любая мама, всегда волнуется за своего ребенка. Для нас, конечно, наши дети самые лучшие, но хочется посмотреть на со стороны, не только на своего ребенка, но и на детей, группы. Всего 29 учащихся детской школы искусств выступили на сцене. Соревнуются они в двух возрастных категориях. Старшие – это ученики с 5 по 7 класса и младшие со 2 по 4. Каждый из них по-настоящему вдохновлен пленительной музыкой фортепиано, как Юлия Горосимчук. Инструмент фортепиано мне очень нравится, потому что в него я вкладываю душу. Когда я сужу инструмент, я попадаю как будто в другую реальность. Мне очень нравится играть на этом инструменте, как будто попадаешь в что-то необычное и сказочное. Это, пожалуй, самое главное – любовь к музыкальному инструменту. Но все же это конкурс. И для определения лучшего здесь существуют определенные критерии. Критерии оценок – это, естественно, эмоциональность, выразительность, техника исполнения, техника владения звуком. И, конечно, уровень трудности произведения – это обязательно. Оцениваем всегда по 10-балльной системе, потому что 5 баллов нам не хватает. Самой лучшей пианисткой среди младшей возрастной группы члены жюри признали Лилию Пригоровскую. Она получила гран-при. Первое место разделили между собой Анна Мельникова и Варвара Балжеларская. Юлия Горосимчук заняла второе. Среди старшеклассников лучшими были признаны также два участника – Алина Пригоровская и Кирилл Сафонов. Елена Ячанова стала дипломантом.